здравствуйте с вами вероника поливкина сегодня поговорим о ягодах даже если у вас нет больших плодовых деревьев абрикосов черешни винограда то самые популярные ягодные кустарники уж точно имеются ягодный конвейер начинает жимлость продолжает земляника садовая или как ее еще привыкли называть клубника подхватывает малина за ними подтягиваются смородина и крыжовник ежевика казалось бы замыкает этот поток витаминов и радости но не тут то было ремонтантные сорта клубники и малины радует нас практически до снега варенье джемы компоты это конечно хорошо но вот поесть с куста без всякой переработки куда лучше вот только чтобы все это богатство было для нас действительно полезным не нужно обрабатывать их химикатами а то чуть что обработка но раз насекомые погибают думаете на человека это все не влияет вот смотрите в прошлом году на этот куст напала тля очень сильно напала и что ну подрезала я макушечки со скрученными листьями и вот урожай этого года он обычный ничуть не меньше чем в прошлые годы есть множество различных народных рецептов рабочих и нет но согласитесь если у нас время делать эти настойки для опрыскивания порошки для опудривания ведь все должно быть в системе разок пропустил и все сначала поймите часто обрабатываемые растения особенно химическими препаратами слабеют так как собственный иммунитет растений снижается лучше немного поделиться урожаем с насекомыми вредителями чем травить их и себя а тут глядишь и полезные насекомые подтянутся и птички разные сад прилетят и сделают всю работу качественно бесплатно и как говорится без шума и пыли а вот обрезка мульчирование и подкормка для хорошего урожая просто незаменимы старые ветки кусты нерентабельные поэтому вовремя обрезаем старые заменяем корни у ягодных как правило близко расположены к поверхности поэтому от засухи и просто жаркой погоды очень страдают поэтому все выплатые в огороде сорняки скошенную травку все в дело если не хотите покупать готовую мульчу осенью или весной хорошего компостика под куст набросайте и растения в долгу не останутся от благодарят богатым урожаем но есть еще такой фактор как погода в этом году не очень-то она нас баловала в средней полосе россии в то время когда шло цветение холода и возвратные замброски мешали завязаться ягодкам когда ягода стала наливаться жара и засуха никак не отстанут от наших растений прошлись по участку с инспекцией и недовольна черная смородина раньше времени начала желтеть влаги не хватает крыжовник мелковат жимлость было много но частично осыпалась ремонтантная малина развивается задержкой клубника слишком быстро сошла последние ягодки вот подбираем вот что хорошо идет так красная смородина и актинидия пока радует третье лето пошло а она уже заплодоносила причем без всяких мальчиков для тех кто не знает актинидия не самоплодна и для завязывания нужны как женские так и мужские сорта так вот у меня на три девочки был посажен один мальчик но он что-то расти не захотел так девчонки мои потерю и не заметили если у вас не такой ягодки нет заведите обязательно но выбирайте сорта самоплодные есть такие тогда мальчиков можно и вообще не сажать целом как показала моя проверка урожай до нормы не дотягивает да и этот из-за жары можно потерять поэтому придется все же дополнительно подкармливать а подкормку важно выбрать правильную комплексную и естественно натуральную ягоды скоро поспеют поэтому никаких сомнительных удобрений нам не нужно простые травяные настои тоже не подойдут так как это как правило азотные подкормки они нужны в начале лета а когда наливается урожай этого мало питание нужно менять я довольно много рассказываю о различных удобрениях на своем канале даже иногда получая замечание но лето без подкормок никуда не денешься поэтому вы выбираете любое но пользуясь случаем конечно же расскажу и о новинках хороших о плохих никогда не рассказываю вы наверняка пользовались такими популярными препаратами удобрениями как суспензия хлорелла сапропель гуматы это уже классика компания биокомплекс выпускает много полезной продукции для нашего сада и огорода и вот к сезону выпущена целая серия для различных культур чтобы нам было легко осуществлять подкормки любых растений в саду но мы сегодня говорим о ягодах а потребности у разных ягод не одинаковые поэтому и ягодных эликсиров выпущено несколько биококтейль для смородины крыжовника жимолости из линейки биоша создан с учетом повышенной потребности смородины крыжовника и жимолости в боре кальций магний и меди а вот другой биококтейль для клубники и малины составлен с учетом повышенной потребности этих ягод в боре цинки и марганцы и наконец биококтейль для глубики клюквы и брусники отличается тем что здесь акцент сделан на цинке и алюминий естественно что в каждом флакончике кроме перечисленных полный набор биодоступных макро и микроэлементов подобраны для каждой группы растений и конечно на натуральной основе можно применять и не бояться что отравимся у некоторых возникает непонимание но как какие-то смеси делают без химии ну вот давайте разберемся вы делаете травяной настой из чего просто из травы а гуматы из чего делают просто настаивают торф а суспензию хлорелла из-за водорослей а сапропель из донных отложений вот так же и натуральные биококтейли делают из смеси природных веществ только в сбалансированном по всем нужным элементам составом самим конечно же подкормки тоже можно сделать если вы в этом понимаете и у вас есть время и доступно различное сырье я не призываю использовать только этот или какой-то иной препарат или удобрение просто знакомлю с хорошими новинками которым сама доверяю поэтому у каждого есть выбор и я всегда очень признательна тем кто под роликами пишет свои любимые подкормки свои любимые удобрения ну а если мы будем использовать эту новинку то нам понадобится делать подкормку один раз в две недели это как обычно любыми подкормками и расходом и две столовые ложечки на литр воды и этого литра хватает на одно растение то есть на один куст поливаем мы конечно же по влажной земле проводим и опрыскивание три раза за сезон в фазе бутонизации в фазе начала формирования плодов и в период созревания плодов и расход крошечные 5 миллилитров то есть 1 чайная ложечка на литр воды ну а литр воды вам хватит на несколько кустов то есть пузырёчком вы будете пользоваться достаточно долго и еще напоминаю что у нас с вами есть скидочка 10 процентов на всю продукцию биокомплекс по промо-коду вероника на официальном сайте так что заходите и пользуйтесь давайте сделаем все чтобы получить хороший урожай наших ягодок порадоваться самим порадовать близких всем доброго с вами была вероника поливкина до новых встреч пузырьки пузырьки память пузырьки 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 тим пузырьки Продолжение следует...